Это один из старейших театров области. Театр «Омнибус» из Златоуста в этом году открывает свой 105-й сезон. Последние 40 лет коллективом руководит Александр Романов, заслуженный работник культуры, почетный гражданин Челябинской области и города Златоуста, председатель Челябинского регионального отделения Союза театральных деятелей России. Это разрешенное открытие у нас будет 27 сентября. В пятницу мы открываемся пьесой Толстого «Любовь. Книга золотая». В ней занят большой коллектив театра. И дальше будем продолжать работать. У нас в театре два зала. У нас большой зал на 350 мест и малый зал на 70 мест. И вот мы, сочетая репертуарную политику театра, мы делаем и на большой зал пьесы для маленьких и больших, но и делаем на малый зал. Ставим те произведения, которые действительно требуют такого тесного соприкосновения актера и зрителя. И театральные уроки. Сейчас мы играем на большой сцене, а сейчас мы играем на малой сцене, где действительно нужно нашим ребятам, учащимся, как-то ближе соприкоснуться и почувствовать. И поезды, допустим, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Это, в общем-то, интересная вещь. Театральные уроки спектаклей, о которых говорит Александр Сергеевич, давний и любимый проект «Омнибуса», благодаря которому воспитано не одно поколение образованных людей. Только вот так программа, которая у нас есть в театре, театральных уроков спектаклей, которая идет свыше уже 30 лет, связались с учителями литературы и спросили, чем может театр помочь им в своей работе. У нас сейчас в программе 13 уроков. Это уроки по творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Есть урок, посвященный войне. Тоже интересный очень урок. И, в общем-то, и остальные уроки, они, в принципе, на тех произведениях, которые в школе проходят. Для маленьких сказки, значит, и прочее, прочее. Урок длится, как в школе, 45 минут. И вот мы за эти годы воспитали свою публику. Теперь к нам ходят дети тех, которые родители приходили на наши театральные уроки, да. Театр живет. Мы очень, значит, шефствуем над нашим Чеваркульской дивизии танковой. Часто мы благодарили концерты, то же самое. Ну, плюс к тому, конечно, стараемся участвовать вообще в жизни города. Хоть мы театр областного подчинения, но живем там в Златоусте. Поэтому мы стараемся принимать участие во многих мероприятиях культурного, не только культурного назначения, допустим, в нашем городе. И мы очень дружим с учебными заведениями. Мы дружим с учебными заведениями, со всеми буквально в городе. У нас много студентов ходит по пустынской карте. Конечно, мы очень много помогаем нашим школам. Школам костюмам мы помогаем. Где есть, конечно, театральные коллективы. У нас просто есть костюмы, которые, допустим, не участвуют в этих испытателях. Декорация какая-то есть, которую мы уже отыграли. Мы стараемся помогать и декорациям, и костюмами. Мы обсуждаем репертуар с фирмами вместе. Я сам по образованию музыкант, поэтому, конечно, когда мне близко все это, и тем более я еще порой помогаю с музыкальным оформлением, что-то делаю, пишу все это где-то. Интересно, конечно, как из ничего рождается спектакль. Сначала идет щитка, идет щитка, ты не собирается за столом, читает эту пьесу, а потом начинается это искусство, это волшебство, когда идет процесс, когда рождается спектакль. У нас на малой сцене, допустим, «Пять вечеров» Володина, это известная очень, да, «Жизнь человека» Слоповского, тоже интересные произведения такие. Понимаете, вот мы, Чехов на большей дороге. Расслекательный спектакль «Комитинг» у нас тоже есть. У нас тут есть, допустим, «Обан» по-французски, там «Райси», «Птички», там, «Ловушка для одинакового мужчины». Но очень много таких интересных, и «Ревизор» у нас есть, допустим, «Похождение Чичикова», «Венцианские близнецы». Мы хотим, чтобы наши произведения, «Испектатели» заставляли человека все-таки думать. Развлекать, да, они тоже нужны. Никто не говорит, что «Испектарль» – комедия, чтобы человек пришел в театр, отдохнул. Но нужны те «Испектатели» для главы, чтобы человек ушел из театра и как-то подумал о том, что ему интересно, может, перекликается с его жизнью какой-то. Можно посочувствовать тем героям, которые были в этом театре. То есть мы стараемся все-таки, чтобы «Испектатели» продолжали жить и после посещения театра. У нас есть такие «Испектатели», на которые зрители приходят не раз. Потому что «Испектарль» – дело живое. Это в кино там 200 дублей заснял, один выбрал, и все. А в театре нет. Ты вышел, вот он один дубль есть, какой он есть, такой ты и в зал посыл и дал. Большой репертуар, конечно, для детей у нас. Детей надо тоже любить готовить. И мы большую программу делаем на Новый год. Мы выпускаем хорошие «Испектатели» новогодние. Делаем фотосессию, потому что «Испектатели» с героями этих сказок. Это пользуется большим успехом. Так что театр живет полной такой жизнью. Премьера нового сезона пьеса Алексея Толстого «Любовь книга золотая» выдержана в классических традициях. Это касается и драматургии, и костюмов. Ставит у нас главный режиссер театра, заслуженный деятель «Искусств России» Борис Сергеевич Горбачевский. Он как раз любит такие постановки, которые требуют, ну, как бы сказать, режиссерского копания с актерами. Это работа очень такая щепетильная, потому что классика есть классика. И я сразу скажу, мы не из тех театров, которые ставят классику с ног на голову. Знаете, мы нет. Из экспериментов. Да, да. Мы считаем, что это классика ни Чехов, ни Толстой, ни Достоевский, и многие другие наши знаменитые классики. Это, понимаете, они не для этого создавали пьесы, чтобы там экспериментировали. Мы стараемся никогда не осовременивать так, чтобы, ну, это та эпоха. То, значит, все поэтому, как бы финансово не было, так сказать, накладно это, мы стараемся сохранить, конечно. Художник всегда смотрит эту эпоху, тот стиль. И поэтому мы стараемся, да, чтобы действительно это был тот век, это было именно так одевались в том веке, а никак иначе. И здесь тут испытали, которые заставляют задуматься, что действительно любовь – это книга золотая, что она действительно, какие-то чувства есть, какие-то отношения, надо это все ценить, надо в людях развивать и трепетно к этому относиться. Для нашего города любая премьер – это праздник. Они действительно приходят как на праздник. Вот у многих, кто у нас бывает в гостях, они обращают внимание, как одеваются даже в театр. И действительно мы знаем, что для них это событие. Вот они пришли в театр именно, вот в это волшебство, да. Ну и наша задача, чтобы они, так сказать, придя в театр, захотели снова еще туда прийти, чтобы не разрушить их волшебство, понимаете? Ну и с видом. Ты ощеzen. Ты оставляешь уже заинтересоваться. Ура? flпс. Ура. В какой-то отелях? Как крофовально близкий没有. Мы говорим, да.